Всем привет! Меня зовут Володя Золовьев. Сегодня хочу с вами посмотреть... Выпустили трейлер фильма Minecraft Warner Bros. Company. Идео идет всего лишь одну минуту, но достаточно много интересного, много деталей, и у меня есть некоторые соображения, которыми я хочу с вами поделиться. Я достаточно хорошо знаю Minecraft. Я в него играю с того момента, когда ночь сделал совсем первый релиз. Там были только блоки земли, и никакой цели вообще не было. Я был в бета-версию видел. И за этим проектом внимательно следил, очень за него переживал, и до тех пор, как Microsoft не купила ночь, очень много в него играл. Теперь я сейчас чуть позже, чуть-чуть меньше играю. Где-то примерно раз в год включаю, чтобы докопаться. до низа, все построить, и забыть еще на один год. В общем, хорошо знаю игру, но игра не так часто. Давайте посмотрим. Мне было интересно. Видишь, что такое? Это Стив. О, это чувак, это чувак, это чувак. теперь предлагаю этот трейлер посмотреть внимательно и по каждому кадру разберем что мы видим значит открывается какой-то портал видим в пропорции 2 на 3 но он почему-то бы нового цвета и в нем одна вращение что мы видим здесь мы здесь видим какой-то необыкновенный рельеф давайте на него внимательно посмотрим он весь состоит из каких-то кубиков какие-то кубические структуры которые друг на друга наплывают если вы помните как устроены рельефы майнкрафте то хорошо знаете видели что там достаточно правдоподобрана производится структура рельефа и там нет никаких кубических структур таких напущено кубических они не растут друг от друга как кристаллы как кристаллы соли растут друг из друга нет наоборот в майнкрафте есть минимальные кванты пространство это такие кубики и из них получаются такие ровные поверхности если изгладить там нету ничего такого кубического на кубическом дальше что мы здесь можем видеть это города какой-то город это видимо город жителей не знаю город людей кто это но архитектуры совершенно не похоже на то что мы майкарте видим очень очень незнакомые дома таких домов нету бывают дома с пологими крышами но они не в таком биомбе появляются и не такой архитектуры до должны быть более выраженные такие структуры балок вот ну и конечно дороги какие-то здоровки какие-то здесь очень большие структуры в общем это какая-то совсем другая деревня чем то которую вы привыкли видеть именно в майнкрафте в чистом ну и конечно запомнить что они все какой-то башенькой и вообще все видео произвели будут происходить вот в рамках вот этой арки которая на самом деле мне очень напоминает арку из фильма лего там если помните когда-нибудь в пустыню там например такие такая же штука стоит а ну еще пирс здесь какой-то пирс вы видели в майнкрафте пирсы 1 смотрим дальше природа вот и наша природа значит что мы здесь бросаем мы здесь очень далеко видим очень далеко это буквально раз-два-три-четыре наверно плана здесь таких вот и вы же знаете что в майнкрафте мы так далеко не можем видеть там есть такое ограничение в чанках там нету видимости что мир гигантский есть такая и это создаёт атмосферу что вы где-то находитесь в конкретном расстое я дома отходить не хочется не хочется уходить из из места которое вы потеряете видимость так что мы очень много разных структур горных очень высокие горы со снегом это видимо прямо из последнего обновления а значит какие-то совсем гималай и какая-то структура пустынная какая-то структура более теплого климата и еще это такое квадратное и при этом вот здесь водопад из воды который превращается в волну в обычную достаточно ровную а вот так далее мы видим из холодного камня течет лава очень странно а здесь мы видим еще биом с розовыми деревьями так и на переднем плане что вы видим очень большую разнообразную растительность мелкие кусты и большие кусты не большие цветные кусты какие-то кублические кусты это то ли это дерево то ли это куст на очень тоненькой ножки не бывает у них их ножек у деревьев вот какие-то кубические цветы цветочки не кублические извините там они такие ромашечки нарисованы так я думаю с этим кадром все дойдет и спахтать вот здесь мы увидим портал он голубой не фиолетовый фиолетовый так прямо ведет у нас а этот видимо голубенький он ведет из человеческого мира интересно из какого камня сделан и как его зажигали при это смотреть какие-то ступенечки то есть есть большие блоки есть сомблоки и вот далее мы вообще будем набрать везде и также дерево меня очень смущает то что есть какие-то блоки и какие-то ветки ветки у деревьев и вот значит мы видим первого местного жителя овечку розовую вайнкрафте есть розовые овечки куда берется цвета на шарсти без покраски и какая здесь интерпретация то есть так задумаемся какое упрощение в майнкрафте то есть в майнкрафте весь мир он упрощенный он создан из блоков и на нем упрощенные текстуры но в ванильном да и если мы будем превращать это упрощение обратно разматывать в реальность то почему-то текстуры у нас превращается в очень детализированная в шерсть а вот форма у нас почему-то детализирована не становится она у нас сохраняет какие-то кубические свой кубическую форму появляются ноздри наклонные появляется много дубов но при этом у глаз остается пиксельная пиксельные пропорции какие чем мы прям чувствуешь не два пиксела черный и белый но какие-то детали вот сохранены больше большими масками пикселей но они увеличены как будто мы через фильтр искусственного интеллекта прогнали добавить детали естественных вот что еще цветочки очень угрозных цветочков квадратных но вот здесь при этом на первом плане есть цветочки цветочкообразные и здесь вашем кадре здесь есть первый предмет какой-то синий кубик видимо он волшебный из-за которого вся эта история происходит так что мы здесь еще видим вот это дерево и вот здесь ширина блока а тут еще более мелкие блоки то есть эта структура она как бы уменьшается то что майнкрафте совершенно точно нету и очень странно это видите это можно видеть в другой любой игре таких игр это бога блочных сэндбоксов но конкретно майнкрафте такого нету там нету такого отчетливого субделения есть ступеньки ok но там нету под блоков маленьких здесь мы видим как пигманы летят по синему небу на госту которых они привязали цепями ну во первых это все очень по пластилину давайте скажем сразу тоже очень много деталей какие-то появились наклонные зубы разная одежда до горящие глаза где на них зомби где почему на них зомби не появилась у гвоздок красные глазки все горят глазки сидим учета заражены таким чем что мы не знаем потому что в игре с такой перепрезентации нету он гвозд и они имеют одной стороны достаточно детали какие-то мятые но при этом вот у них руки их растут достаточно пикселизированным образом прям можно структуру пикселей разглядеть да вот вот вытянули раз пробел такой же потом два вытянули пробел 3 вот но это не такие же кубики как вот эти как заборчик вот здесь как барабан барабан из кубика давайте обратим внимание еще вот кирка у этого поросеночка кирка в руке а у этого копье а у этого меч и вот это видимо пикселями так давайте ну вот волк то есть он тоже кубический на него заложили шкуру было сильно очень подробно ли но ротик у него мягкие и лапки у него более-менее низкие и хвостик у него и изгибается они кубические и цветочки не квадратные здесь а вот луна очень квадратная то есть если этот мир такой округлый но вдали луна которая полностью пир полностью параллельно граням экрана это что что такое за планета интересно почему она не стала округленькой так вот здесь мы видим крафт из чего он собирается это какие-то бруски то ли камень то ли металл это видимо палки здесь какие-то батарейки что-то красное лежит ну и разумеется такой стол очень похож текстурой на стол который мы видим в майнкрафте ну конечно такого рецепта нету и в следующем кадре мы уже видим что на столе черти что лежит какие-то мелкие детали кита то что лежало предыдущем кадре совсем нету и тут появится какие-то вёдра сейчас вот и ладно на фоне можно посмотреть что у нас здесь есть тнт здесь видимо тыква арбуз свечки видео подставка какая-то 10 10 вас здесь бутылки какие-то здесь какие-то ботинки книжки петарды это нырный изумруд так здесь настоящий огонь кстати смотрите на огонь настоящий у него здесь мечи и вот мы видим эту конструкцию эту эту башенку сверху здесь мог быть интересного вот кубички прослеживаются на них растут кусты грядки мы видим и дома но это что подробно достаточно красиво все сделано вот такого расстояния этот трехмерный майнкрафт вполне продается но как только мы приближаемся к нему сразу возникают возникает недоумение в интерпретации и вот этот кадр когда видимо герои обнаруживают что если разбить блок то он превращается в какой-то маленький блок который можно купить в карман и таким образом добить карманы стеками деревяшек значит стоит знаете что дерево очень интересное выглядит выглядит как будто это с помощью папье-маше на наделали квадратик и конечно еще призумная лава которая просто подсвечивает все линия она очень яркая и всегда существует в этом мире так следующий кадр и здесь у нас уже опять человека-свиньи которые красными глазами бегают по какому-то городу значит в руках у этого персонажа меч где-то какой-то деревянный из наклонных пикселей не созданы все в принципе как в игре но конечно же не опять очень тренирована потертости какие-то на каком-то железе здесь какой-то квадратный череп чей если это взрослый это что череп ребенка ну ладно кстати про это тоже сейчас поговорим дальше что цепи у этого поросенка в руке копье у этого поросенка еще один меч и на фоне мы видим какую-то деревню и с вывесками здесь уже написано стив лава чекен так и вот здесь мы видим появление крипера и давайте тут немножко про него поговорим он сделан не так как сделаны были только что поросята у него рот совсем-совсем пиксельный прям как будто это четкие пиксели черные глаза черный рот никаких деталей не появилось никаких зубов каких-то складочек и он очень и очень кубический и не все-таки у него какие-то скругления появились и явно он то ли шерстяной то ли из листвы в общем чего здесь проблема дело в том что никто не знает никогда не видел как выглядит крипер все видели какой вид поросята они такие розовенькие такие страшные кабаны кабаны как в билета у них такие грозные пятачки грязные зубы и вот такие да а криперов не видел никто из чего они сделаны что такое у них зеленое они растения это ходячие цветы это ходячий кактус или может быть это такое животное в нем есть кость какое у него лицо вот эти пиксели они как интерпретировать как лицо человека нет никто не знает и авторы не смогли придумать как это сделать правильно потому что по тому что мы видели до этого у крипера должно быть аркообразный рот пиксели должны скругляться немножко а здесь у него как будто недоразвитое расстояние между носом и ртом найти есть такое иногда бывает нарушение это очень странно видеть здесь мне кажется они его не додумали этот дизайн слабоватый то есть можно было или интерпретировать крипера серьезнее убрать совсем эту пиксельность больше сделать больше как овечка помните овечку да она прям не такая уж квадратная или оставить все квадратненьким вообще смотрим дальше так и вот мы попали видимо через портал в нэзерленд здесь я так думаю конечно это может подземелье какое-то но выглядит скорее всего как нэзер да и все эти свиньи они с горящими глазами и опять же везде падает лава и все квадратненько конечно мы видел высокие мосты вот вот почему мне кажется что это назад потому что здесь очень много структур и высоких мостов это кстати уже стив так что в трейлере кадры от фильма перепутаны скорее всего и и вот здесь появляется персонаж какой-то возможно это эндермен потому что у него другого цвета глазки как горят и огонь смотрите здесь появляется у нас стив и вокруг него настоящий огонь и вот и он скорее всего откуда-то появился телепортировался что это было или он преобразовался из кубического человеческого что вы только что видели вообще у меня тоже недоумение что это такое у архив а мсти конечно мне стива не продали на мой взгляд у стива совершенно другой образ у майнкрафта достаточно большая история его очень много раз уже придумали на ютюбе кто такой стив кто такая алекс это характер уже достаточно сформированная стив такой наблюдательный а алекс такая бойкая девчонка но совсем не такой человек стив совсем не такой человек когда вы играете в майнкрафт первые разы у вас вы знаете что вы играете за стива и его характер передается вам он какой он наблюдательный вы выходите начать смотреть и он ничего не говорит он не бойкий джек блэк он он веселый болтливый и все время что-то делает не то совсем не характер персонажа майнкрафта несозерцательный который пришел и смотрит на мир полностью молчит как гордон фриман скайс на фоне здесь опять же эти кубики деревянные которые прямо выглядит сделанными из папье-маше и покрашенными очень очень не похож на дерево очень блестящее дерево не такое блестящее это вообще на самом деле очень печальная сцена то есть она конечно занимает очень мало времени но что это за текстуры у камня почему камень такой блестящий почему земля такая неземляная это выглядит как поделка в блендере честно говоря это очень слабое 3d ну хорошо что на мгновение и скорее всего этот логотип еще переделывается к выходу игры это скорее всего промежуточный логотип я уверен я надеюсь ну и заключительный кадр который надо повеселить с ламой опять же лама очень квадратная но у нее чрезвычайно текстурированная шерсть то есть опять же такое преобразование как с овечками то есть структура кубическая осталось а структура а структура текстуры стала невероятно детализированная форма осталась кубическая а текстура превратилась очень странное преобразование на мой взгляд почему так почему почему не наоборот были бы обычная лама обычного такого но только она очень свисает с нее пиксели квадратненькие такие они набор они шесток антилизированная а на самокон а уж квадрат наоборот уши ровненькие а текстурной пикселизированная был бы намного лучше мне кажется так чтобы здесь видим очень летели зеленая трава прям очень много травы цветочки обычная вещь смотрите здесь в кадре нет ни одного квадратного цветочка которые были вначале на мы видим дом очень интересная каждая постройка очень сложная явно нарушена блочная структура которая привычна нашему глазу майнкрафтовскому вот здесь видим вот это на расширена одного блока значит вот эта ступенька а это ступенька в обратную сторону то есть это сдвиг на пол пол блока в общем вот это такую конструкцию нельзя построить в майнкрафте это какая-то ерунда вот ширина кошка это сколько это один блок ширина тогда что это за рама вот эта бочка видимо это блок размером с один блок что здесь за выступ пол блока вот это кубики торчащие это пол блока в общем вот это меня чрезвычайно смущает то что нарушена квантованность мира не из блоков состоит мир а из каких-то полублоков которые состоят из блоков которые еще потом из блоков состоят это прям такая видимость уже прям ровно как растут кристаллы кубические если вы не значит такое кубические стал и обязательно посмотрите прилетела стрела и побежала толпа поросят меченого я не думаю что это когда фильм будет это скорее всего для трейдера вот выход в апреле 4 апреля вот такой трейлер интересно конечно интересно но меня не оставляет ощущение что здесь много промахов много промахов которые аудитория не примет давайте я их произнесу значит во первых мир не похож прям многим людям это сложно сформулировать но если вы почитаете комментарии прям многие говорят что-то не то какой-то он к ней но только не человека а он к ней к майнкрафту дальше на мой взгляд неправильная интерпретация кубиков то есть кубический мир чтобы быть не таким не так он должен построиться и на мой взгляд самая главная тайна сейчас я вам открою тайну самая главная тайна майнкрафта то что стив это не взрослый стив это ребенок и вообще все персонажи человеческие майнкрафте это дети возраста 4 5 лет обратите внимание на их пропорции вот посмотрите у ребенка пропорции следующие большая голова руки длиной примерно с тела которые едва-едва достают до серии на бедра и короткие ноги ноги которые длиной по сути с туловище вот так выглядят пропорции ребенка 4-5 лет так выглядит пропорции человека который является аудиторией майнкрафта по сути где-то с 5-6 летнего возраста люди начинают интересоваться майнкрафта это вот пропорции стива и его мира и вот на мой взгляд в чем ошибка они авторы фильма попытались засунуть взрослых настоящих людей в размеры вайнкрафта а надо было делать фильм в размерах когда стив размером с метр стив высотой метр как пятилетний ребенок и один волк это не метр один блок это полметра на мой взгляд вот в этом тайна пропорция дальше я бы так не интерпретировал я бы интерпретировал майнкрафтовский мир по-другому возможно бы вообще не делал бы никаких изменений в текстурах настолько глобальных то есть не появлялась бы волос на вами не появлялась бы шерсти на на овечке они бы приобретали легкую текстуру как свитер но не появлялись бы на них волосы как у меня на микрофоне вот здесь который торчит снизу лучше всего если бы они взяли например как сейчас последние трейлеры делают для майнкрафта там потрясающий команда аниматор работает над ними и вот на на что нам взял стоило бы и ориентироваться даваясь легкую текстурность но не выходить за вот это безумие когда окладывается шерсть и накладывается к это большой объем травы и на то что всегда воспринималось плоским это слишком большой шаг для интерпретации текстуре майнкрафта там по печали видны а тут они прям каждый пиксель превращается в целый мир на мой взгляд это большая ошибка следующий аспект который меня смущает в этом трейлере это неясная мне аудитория на кого рассчитан этот фильм я совершенно не почувствовал чтобы он был рассчитан на детей он как будто рассчитан на взрослых потому что что буду смотреть дети и взрослые в фильме я понимаю что автором хотелось бы чтобы всем было интересно и детям взрослым а в этом трейлере этого не случилось совершенно не похоже на то что этот фильм для детей которые любят играть майнкрафт этот фильм скорее для родителей которые хотят сводить детей потому что думают что они любят майнкрафт мне кажется это вот так и боюсь что и детям не понравится потому что это не то что они видят майнкрафте в игре и взрослым не понравится потому что они видят какой-то трехмерный мир который с ними вообще никак не ассоциируется в общем я бы что если бы они переставили местами эти стратегии они бы получили что-то хорошее но они сделали вот так ебать что ждет очень печально история фильм который мне хотелось бы чтобы был хорошим переживаю за него надеюсь что сценарий все вытянет потому что трейлер не вытянул мне мне не создал впечатление того что я ждет что-то что мне понравится вот так простите простите за мое мнение на этом все большое спасибо что досмотрели до конца всего хорошего поставьте пожалуйста этому видео лайк подпишитесь на канал если не подписаны ну и поддержите меня на патреоне зайдите ко мне в телеграм подпишитесь буду очень рад до скорых встреч всего хорошего пока видео